В 14 лет Инна переехала в Звенигород. В 16 стала конным инструктором. Каждую дорогу и тропу изучила вдоль и поперек. Со временем познакомилась с мастерами, живущими на этой земле. Когда узнала, что гостем писательского четверга станет автор книги, про Звенигородский музыкальный промысел решила, непременно тоже примет участие. Жизнь простого человека, мне кажется, это очень интересный объект для исследования. А информации мало, поэтому очень радостно, что такая книга вышла, и что можно поговорить с автором и узнать непосредственно от первого лица, задать какие-то вопросы. Деревня Шихова впервые упоминается в Песцовой книге 1558 года, как собственность Савина-Сторожевского монастыря. В конце 18 века здесь возникает производство деревянных музыкальных инструментов. Всевозможные доступные исторические архивные данные, фото очевидцев Дмитрий Седов бережно собрал и объединил в одной книге. Единственный промысел, который сохранился как промысел в руках потомков тех старинных мастеров, это промысел Шиховский. И в Шихово до сих пор около 10 мастеров работает над производством вот этих вот уникальных предметов, которые производятся на высоком уровне качества. Возможно, в книге и есть некоторая историческая неточность, ясно одно. После ее прочтения многие захотят больше узнать о шиховских мастерах и о земле, на которой они работают. Разовьет внимание и у всех слушателей, зрителей и привлечет как новых преемников наших современных мастеров, так и привлечет внимание к развитию музыкальной культуры, как гитарной, так и связанной с русскими народными музыкальными инструментами. Поговорить с автором, обсудить его произведение, задать интересующий вопрос мог каждый в Звенигородском манеже. Следующий писательский четверг запланирован на начало ноября. Карина Яряшева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.